Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре одни очень интересные наушники с небольшой историей. Эту историю я начал рассказывать еще на прошлой распаковке других наушников, но я ошибся, это были не они. Но в этот раз уже пришли точно они. В чем история? Я опять, как всегда, выбирал наушники на Алиэкспресс, мне у знакомого продавца. И когда уже их заказал, говорю, что не перед тем, как сделать заказ, сказал, что вот хочу взять эти наушники на обзор, если понравится, порекомендую. И тогда он мне сказал, нет, эти брать не надо, возьми вот эти. Стоит полторы тысячи рублей, как он уверяет с активным шумоподавлением, ну так, по крайней мере, у него написано на сайте. Влагозащита по стандарту IP5, ну, собственно, и говорит очень хороший звук, соответственно, то, что нам и надо. Все, проверим. Поехали. Упаковка мне нравится уже сразу. Смотрите, действительно в такой очень хорошей заводской пленочке все идет. Соответственно, как подарочный вариант, она и выглядит. Плотная хорошая коробка выглядит отлично, делают производители. Смотрите, какой-то хлястик у нее. Давайте посмотрим на информацию сначала, что они у нас представляют. G5, 32 Ом у нас сам динамик, 15 метров диапазон блютуза, 7-10 дней без подзарядки, 4-5 часов. Это, соответственно, у нас от одного заряда. В самих наушниках 50 мА, в кейсе еще 500. Оба, а, вот он как, да? Ты, смотрите, за полторы тысячи, да? Неплохо запакован. Еще забыл сказать, что у них есть встроенный циферблат. Они прям увесистые, не смотрятся как дешевка. Вот такой поролончик здесь у нас. Неудобно так. Смотрите, как упаковали. Ну, в принципе, вот смотрите, друзья, о чем всегда говорю. Даже китайцы в свои дешевые эти наушники. USB Type-C. USB Type-C. Сменные пары AmbiShot. Вот в таком пакетике они приходят. Так. Оба, на. Это soft-touch. Это прям очень хорошего качества soft-touch. И петля-то достойная, друзья. Слушайте, а ведь и сами наушники тоже из soft-touch. Также, конечно же, сегодня сравним с эталонными на данный момент наушниками, которые я оставил себе в личное пользование. Это KZ-Z1 и последняя копия AR-30 Pro. Самая лучшая копия из всех существующих. И самые лучшие наушники по качеству звука. Но со своими болячками. Поэтому вот в таком тандеме они для меня, так скажем, лучше подходят. Вот так вот у нас горят светодиоды. Показывается в центре заряд кейса. И зеленым подсвечиваются сами наушники. Выполнены они из soft-touch поверхности. Вот так у нас выглядят сами наушники. Здесь какой-то у нас горит небольшой светодиодный индикатор. И посмотрите, он прикрыт маленькой-маленькой тонкой сеточкой. Не знаю, будет ли это видно. Но там есть такая маленькая сеточка. Здесь у нас контактная база. Ну, собственно, выглядят они неплохо. Ну, что-то такое подобие, как под AirPods. Потому что они не совсем будут вакуумные, как я понимаю. Но это даже и лучше. С этой стороны у нас вход USB Type-C. С этой у нас металлический шарнир. Собственно, выглядят они вот следующим образом. По посадке в ушах. Садятся отлично. Хорошо отсекают звук. Ну, выглядят они следующим образом. Смотрите. Я вот по посадке в ушах и по ощущению, я чувствую, что они похожи, как на AirPods Pro. Очень похожи на AirPods Pro. Неплохо. Неплохо, друзья. Очень неплохо. Интересный бас. Бас интересный. Сейчас расскажу про качество звука, а потом это, соответственно, под этим тапом пройдем. Какие сенсоры срабатывают. Интересный звук. И причем, что интересный бас. Он мне показался очень мягкий, знаете. Не такой объемный, как в тех же черных, которых я постоянно вам советую. Круглые, да, черные, мои любимые, долгые, которые в каждом ролике, я говорю, что вот эти эталонные, там классные, тысячи рублей стоили. Но все-таки, так как они уступили вот этим, я их продал. Но у тех прям объем. То есть, вот именно вот этот вот бас со спуферной, такой обволакивающий, здоровый. Здесь он не такой. Он не такой объемный. Но он интересный. Я даже не могу описать. Он какой-то хлесткий, знаете. Опять же, вот насколько разный звук бывает. И как его описывать? Звук тяжело описывать. В KZ звук хлесткий. Ну, он, в принципе, и объемный, конечно. Но не такой объемный даже, как в тех же больших, вот этих вот, вкруглых, да, за тысячу рублей. Не такой объемный здесь. Но он здесь намного интереснее. Он за счет вот своей вот этой мощи, вот этого вот удара, вот именно, вот этой частоты, опять же. Ну, арматурный, да, тут здесь нет арматуры, но здесь магнитный драйвер. Ну, звучание арматурное. Все-таки они там как-то прокачивают, там, двух диапазонный какой-то магнитный драйвер. Я не знаю, там, какой-то диапазонный драйвер с эротциацией. Очень все это сложно. Но звучат, конечно, KZ. Никто пока еще их близко никак не подошел к ним. Вот именно бас. Бас настолько красивый и чистый. Вот он прям, ну, он ударный. Как вот в точку прям долбит так и классно. Но он не такой объемный. Ну, в принципе, это и не мешает. Вот похоже. Тоже не такой объемный бас, но у него какая-то бархатность присутствует. Знаете, вот как, если вот кто застал такие времена, когда колонки еще были деревянные, большие, внутри бархатом обшитые. Специально для какого-то шумопоглощения там или этой, не пены, а поролоном. И вот звук они выдавали. Именно вот такой вот интересный. Не как вот из пластиковых каких-то динамиков, как сейчас делают, да, погремушки вот эти всякие. Или сейчас вообще делают по-другому. Сейчас делают савбуферы и уже, ой, этот, панель делают и уже савбуфер ставят. И за счет этого добиваются этот. Но это не тот звук, ребят. Кто слушал вот такие большие колонки, вот которые такие деревянные, здоровые, советские, вот эти. Вот там действительно был вот тот самый бархатный звук, я его называю. Вот он прям такой вот, ну это надо слышать. Вот очень похож звук на тот вот самый, который вот из советских колонок. И в то же время они громкие. Они достаточно громкие. Слушайте, они полторы тысячи однозначно стоят. Тем более, что сам кейс очень премиально выглядит. Опять же, упаковки, если кому как дарить, да. Вот, кстати, похожие как на те же самые круглые. А слушайте, вот же. Ох, я идиот. Историю начал рассказывать. Это тот же самый бренд. Вот жалко, у меня их нет, тех круглых-то. W13 вспомнил я. Эти G5. Почему мне тот продавец тебе сказал, что вот, это той же самой серии и возьми. Я историю начал и не до конца ты рассказал. Он мне говорит, есть, да, есть у меня наушники от того производителя, которые тебе понравились. Круглые вот эти вот за тысячу рублей. Я сказал, конечно же, да, я хочу этот бренд, еще другие попробовать. Потому что W13 мне очень понравились. Я же думаю, звук-то, да, похож. Но он не такой похожий. У тех как-то больше присутствовала вот эта вот именно объемность. А здесь все-таки звук такой более бархатный. Он другой. На любителя, опять же. Но я, наверное, все-таки больше предпочтения отдал бы тем черным круглым W13. Но эти недалеко от них ушли. Они ушли просто, как сказать, они не то, что далеко ушли или недалеко ушли. По запасу по громкости они одинаковые. У них звук другой. И этот звук, скорее всего, будет на любителя. Кто не любит объемный бас, такой, да, слишком доминирующий такой бас, то вот эти продажи, и они поглуше. Вот у тех, у круглых, высоких было больше. Частота была. Здесь немножко они приглушенные. Что-то похожее, знаете, наверное, на AR-20, AR-21. Вот мне кажется, звук очень похож на AR-20, AR-21. Вот, наверное, кто у кого есть, наверное, тот меня ближе поймет. Но бас нет. По громкости, по именно детализации, но бас здесь интереснее. Бас прям такой бархатный, интересный. По тапам все очень стандартно. Вытаскиваете, ничего не происходит, на паузу не встают. Один тап, стоп, пауза. Два тапа перемотка вперед, по левому перемотка назад. И они еще умеют прибавлять, убавлять громкость. Небольшими вот такими вот тычками удержаниями, соответственно, на правом прибавляете, на левом убавляется громкость. Наушники однозначно свою цену стоят, так что рекомендую. Ссылка в описании, кому понравилось. Вам спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok